всем привет хочу вас немножко подучить варить так как я варю уже давно вот ну теорию я вам рассказывать не буду как там что там как там металл плавится при каком и какой температуре хочу вам просто показать как правильно быстро и качественно варить электродуговой сваркой вот такой вот у нас сварочный аппарат варим двоечкой электродом для начала сварочку необходимо набить руку это сделать очень просто берете любой кусок металла уголок не знаю там трубу какую-нибудь пытаетесь ровно и отрезать с первого раза конечно не получится можно сделать несколько резов вот допустим у вас есть уголок ненужный и вот берете электрод вставляете зажигаете дугу и ведете прямыми движениями вниз вот так вот провели отрезали провели рядом отрезали и вот так вот нескольких местах тренируете руку держите на весу обязательно никуда и не прижимаете к столу чтобы она у вас чувствовал электрод когда вы научились более-менее резать можно попробовать варить варить немного сложнее для этого нужно острое зрение набитая рука ну и немножко теория берем два куска металла ложим вот таким способом тавровый шок называется как он делается электродом проводится вот таким ровным движением при зажженной дуге ровно не надо крутить электродом вращать какие-то делать елочные движения это уже потом для начала просто пройтись электродом ровно и научиться настраивать сварочный аппарат сварочный аппарат должен варить без шлака когда вы держите дугу зажженную не должно быть такой каши непонятно что там то ли шлак то ли металл сварочный аппарат должен плавить металл и сдувать шлак назад вот когда вы ведете электродом вы обязательно его держите немножко под наклоном назад вот так вот вы ведете электродом при этом у вас дуга сама выдувает шлак в обратную сторону поэтому вам видно что вы производите какой сплав и очень удобно производить вот таким способом швы вот так вот так когда вы научитесь ровно стыковать металл без шлака не обязательно делать глубокий провар для начала вот вы сможете делать более сложные соединения для этого для этого тоже нужно в основном практика теория она в принципе не нужна когда я отучился в ПТУ вот я вышел с курсов сварщиков через три месяца я варить не мог абсолютно пришел первый раз на работу просто попался мне опытный сварщик и объяснил как оно должно быть очень полезно будет вам посмотреть в процессе если у вас есть знакомый сварщик который умеет варить вы можете одеть маску вторую и смотреть как он проводит электродом вот и что там происходит я так и делал первое время я просто наблюдал за сварщиком за его движениями и он часто любил приговаривать запомни сварщик это творческая специальность представь себе что ты художник когда варишь ты не просто мажешь не просто сплавляешь ты рисуешь творишь создаешь что-то и на меня это подействовало до сих пор помню его слова и действительно я заметил что сварщики творческие люди многие сварщики занимаются каким-то искусством кто-то кораблики собирает кто-то рисует кто-то музыку пишет там стихи да действительно вот такая специальность она часто заставляет задуматься когда ты находишься под маской вот так скажем в полном одиночестве и смотришь только на сварочный стык на процесс плавления приходят разные мысли в голову вплоть до создания вселенной ну кому какие вот поэтому это действительно интересно и к этому надо подходить творчески и так не будем далеко отдаляться от темы я вам покажу на деле как оно в принципе должно проходить процесс этот вот допустим у нас два куска металла которую нужно сварить вот видите я его прихватил получается у нас фора которых не должно быть очень сложно переваривать за кем-то если кто-то заварил плохо или сами вы заварили плохо переваривать переделывать хуже некуда всегда варите на один раз чтобы не пришлось потом переделывать я вам покажу как должно это выглядеть вот что-то подобное у вас должно получиться это коренной шов вот он не идеален ну для начала это неплохо вот в дальнейшем уже можно усилить проварить два шва но у вас должно получиться хотя бы так попробуйте варить разными электродами сейчас в магазине очень много разных электродов вот я вот допустим привык к оно электродам онем у меня получается варить чуть хуже хотя экзамены я сдавал онем вот когда подымал себе разряд ну варить ими более сложнее они капризные электроды влаги они не любят вот потом грязи какой-то там обязательно надо зачистить изделие вот перед тем как свариваешь вот оно электроды они более покладистые такие ими варить удобней поэтому советую вам начинать с электродов оно оно 4 вот для низкоуглеродистых стали такие электроды есть для высоколегированных там не берите такие электроды потому что ими очень сложно варить варить вообще очень много разных премудростей для разных стыков разный подход вот так скажем своя специфика в разном деле вот если вам надо варить трубу нужно к ней подходить совсем по-другому как металлоконструкции какой-то вот поэтому об этом я вам расскажу в следующей серии для начала вот надеюсь вам это было полезно ну все пока пока пока